Первый православный храм Чувашия встретил престольный праздник. Митрополит Чебоксарский Чувашский возглавил торжества в Кафедральном соборе в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. История храма связана с началом христианского просвещения народов по Волжье. И освящение храма в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы указывает и на введение людей того времени в мир жизни по Евангелию. Из Чебоксар наш следующий сюжет. Введенский собор – это старейшее здание города, древнейший памятник русского церковного зодчества на Среднем Поволжье. В середине XVI века в эти края, по указу царя Ивана Грозного, прибыли святитель Гурий Казанский со святителями Германом и Варсонофием. На месте будущего Введенского собора тогда была поставлена полотняная палатка. В ней положена вот эта Владимирская икона, которая и сейчас пребывает в храме. Позже построили деревянную церковь, а в XVII веке в Чебоксарах начинается возведение каменного Введенского собора. Сегодня здесь прекрасно сохранились древние фрески начала XVIII столетия. Иконостас того же века – барочный. Мы это видим по вырезанным листьям, цветам, украшающим киоты. Каждый из нас, присутствующий в храме, является сутаинником той благодати, которую Господь не спосылает на землю во время совершения того или иного таинства. И, как вы знаете, Господь вездесущий, Он везде присутствует, но именно особое Его присутствие – это в человеке и в храме. Еще в канун праздника Введения во храм Пресвятой Погородицы глава Чувашской митрополии возглавил в храме всеночное бдение с литьей. А на следующий день жители города и паломники собрались в храме за литургией. Служба транслировалась в прямом эфире нашего телеканала. После соборной молитвы состоялся крестный ход вокруг древнего храма. Собор построен в 1651 году, и в архитектуре храма соединились простота и строгость. За 370 лет этот дом Божий был закрыт всего на несколько лет – с 1938 года по 1944. Жизнь многих жителей Чувашии, их духовное становление связано с этим храмом. И большинство из здесь присутствующих, конечно же, было крещено, и особенно те, которые родились в советское время, были крещены в нашем Веденском кафедральном соборе, в том числе и я. И в сегодняшний день, поскольку вы сегодня нашли время, силы прийти сюда, и я верю по любви к Пресвятой Богородице, пусть Пресвятая Богородица наградит вас в сегодняшний день какой-нибудь радостью, пусть небольшой, но очень важной в вашей жизни. Я об этом прошу. Также владыка Саввати вручил награды во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви в связи с празднуемым 75-летием со дня образования Чебоксарской-Чувашской епархии. Епархиальные медали мученика Авраамия Болгарского были удостоены как духовенства, так и миряне, среди которых старосты храмов, врачи, журналисты, активисты и сотрудники храмов, педагоги. Тумаланова Юлия Васильевна, педагог православного класса средней общеобразовательной школы номер 29 города Чебоксары. Юлия Тумаланова, одной из первых среди педагогов, начала открыто говорить детям о вере. И результаты оказались настолько впечатляющими, что прославили Чувашию на всю страну. Участвуя в международном форуме «Одаренные дети России», ученики Юлии Васильевны занимали самые высокие места, а в номинации «Юные богословы» им просто не было равных. Так своим служением на благо людей и Бога множество людей в Чувашии продолжают вводить своих братьев и сестер в мир православной веры и в жизнь полной любви к Создателю и Пресвятой Богородице.